Светлана Мисалова Однако депутаты от партии «Новые люди» считают, что дворникам нужно запретить шуметь утром. А именно с 10 часов вечера до 8 утра. Речь идет об уборке снега, покосе травы и вывозе мусора. Такой законопроект инициаторы 16 июля внесли в Госдуму, объясняя это тем, что граждане испытывают стресс из-за недосыпа. Мне, честно говоря, не мешают дворники. То есть думаете, что это бессмысленно? Я думаю, бессмысленно. Я вообще считаю, что дворники очень даже необходимые. И убирать их не имеет вообще никакого смысла. Я думаю, зря. Они же выполняют свою работу. Как они будут это делать бесшумно? А время – это как раз рано утром, пока еще все спят. Я думаю, что это неверное решение. Как относитесь к этой инициативе? Положительно. Почему? Ну, потому что в это время люди спят. Они могут выполнять ее с 8 до 9 утра. Мне кажется, это тоже вполне приемлемо. Дворник тоже человек, он тоже должен выспаться до 8 утра, а потом уже идти на работу. Облагораживать, соответственно, окружающее пространство. Высыпаться дворникам вряд ли приходится. По словам представителя управляющей компании, у всех дворников разный график. Некоторые могут приступить к работе и в 5 утра. Да и количество закрепленных домов тоже разнится. Но в среднем это 5-6 многоэтажек. Ну, летний период вопросов нет. Не принципиально. Зимой, когда снегопады идут, но если дворник будет приходить с 9 к 10 утра, то как люди будут выбираться из подъезда? То есть, спорный вопрос. Если бы мы жили бы в Сачах, но вопросов нет. Вот, допустим, покос травы, опять же. Косить траву триммером, ну, во-первых, это как бы не так просто, как кажется многим жителям. Один человек косит. Ну, максимум два косит. Ну, он покосит, ну, три двора. Средних. А больших вообще может быть один. По мнению Михаила Гиндина, этот закон вряд ли будет работать в нашем регионе. Ну, люди должны входить в положение. Мы же все-таки... Кто-то приходит, выполняет работу. Ну, именно для кого? Именно для жильцов. Чтобы им было красиво, удобно. Люди у нас же все разные. Кому-то нужно вот это, кому-то еще что-то. Всем не угодишь. В целом, зарплата у дворника не так велика, да и профессия не слишком привлекает людей. Поэтому на сегодняшний день, по словам экспертов, эта сфера испытывает катастрофический кадровый голод. Так что, если ввести запрет на утреннюю работу дворников, желающих заниматься уборкой, станет еще меньше. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.